Власти Московской области намерены помочь бизнесу выйти из сложной ситуации. Она может привести к временной остановке деятельности компаний и значительным убыткам. Чтобы этого не случилось, будут приниматься взвешенные решения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам руководителя Раменской гильдии предпринимателей Юрия Ермакова, ситуация непростая, ведь практически вся сфера услуг на сегодняшний день полностью закрыта. Сегодня работают практически только аптеки и продуктовые магазины. Ну и предприятия сейчас стали открываться, но буквально вчера разговаривал с предприятиями, которым разрешили открыться, и они говорят, а что нам толку сейчас работать, если нет сбыта, если все торговые центры, все торговые точки закрыты. Поэтому на сегодняшний день, конечно, ситуация очень тяжелая. И мы каждый день мониторим ситуацию, я лично обзваниваю предпринимателей, и каждый день мы от правительства, от правительства Московской области получаем определенные постановления, получаем определенные памятки. Если брать 2006 год, пик нашего развития, то численность коллектива уменьшилась практически в два раза. В августе прошлого года мы остановили производство колбасного, колбасное все затормозили, поскольку пытались сделать из мяса, дешево не получается, дорого не берут. Но я уже говорил, что доходы населения падают. Да, скорее всего, в принципе, мы уже оптимизировали так, что некого увольнять. То есть, скорее всего, если только я сам встану, уберу оттуда, то есть только замена сверху вниз. Действенными, по мнению губернатора, могут быть меры по обнулению налога на имущество, введению моратория на выплату кредита или уплату процентов, а также продление всех лицензий. Даже если 30 апреля закончатся карантин и все выйдут на работу, предприятия будут где-то полгода восстанавливаться, это как минимум. Ряд предприятий и производств в Подмосковье и сегодня продолжают работу. Однако им приходится придерживаться ряда санитарных мер, обеспечивать социальную дистанцию в полтора метра и обеспечить средствами защиты всех сотрудников. Также в помещениях должны проводить дезинфекцию. Дмитрий Крунов, Егор Кабанов. Для программы «Городские вести».